Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В последнее время случаются непонятные приступы. Охватывает то ли мысль, то ли воспоминания, будь то из прошлого или сна. От этого нападает паника легкая, я держу себя в руках, закрываю глаза, ничего не могу делать, это длится около минуты. Бросает от этого в пот, сердцебиение в норме, дыхание не перехватывает. Думала про паническую атаку, по симптоматике, но не подходит. После этого приступы, саму мысль или воспоминания вспомнить не могу, чувствую себя очень утомленной, напуганной по словам. Не связываю ни с чем, не могу найти причину и объяснение происходящего. Такие приступы быстрые, не очень часто и может дважды в день. Хотел бы узнать к какому специалисту обратиться и что это может быть. Ну, обратиться к специалисту лучше, конечно, к психологу для начала, потому что это самый такой безопасный, как мне кажется, для вас был бы способ, вот, самый такой безопасный момент для вас, мне кажется. Вот, именно к психологу, потому что это не похоже на какую-то такую патологию, вот, это не похоже на какое-то серьезное расстройство, вот. Вот, хотя, безусловно, безусловно, поисследовать это, конечно же, нужно, вот, поисследовать и как-то вот постараться увидеть, что происходит на самом деле, что с вами происходит на самом деле, что с вами полиция, вот, почему вот именно, ну, ваше вот это ощущение, условно говоря, у вас возникает, вот, и, соответственно, как вам дальше быть. По описанию я бы сказал, что больше всего, лучше всего подходит история про некое непрожитое воспоминание, вот, которое вами в определенный момент было вытеснено, вот, то есть вы его не прожили, да? Вот, вы его, скажем, так, несколько раз, вот, вы его, ну, вычислили, условно говоря, вот, а теперь оно, вот, дает особенность, вот, ну, как бы, таким образом. По сути, вот, это, на мой взгляд, момент, конечно, достаточно серьезный, вот, как мне кажется. Я бы не сказал, я бы не сказал, что это какое-то приятное воспоминание, да? То есть, я бы не сказал, что это какое-то хорошее воспоминание, к сожалению, вот, на мой взгляд, это воспоминание скорее, ну, такое вот, ну, негативное больше, вот, ну, опять же, в этом смысле я могу быть не прав. Вот, то есть это именно, вот, по описанию это про то, что вот какое-то, эм, ну, какую-то эмоцию, так скажем, вы к себе подавили, теперь она дает знать о себе. Это может быть что-то такое, вот, совершенно, эм, элементарное, то есть, ну, просто как, просто, какая-то, ну, бытовая история, вот, с одной стороны. А может быть и что-то такое, достаточно серьезное, что-то из вашего прошлого, вот, что-то, что вас, условно говоря, беспокоит, что-то, что вы, там, стараетесь не замечать и так далее. Вот. То есть я бы поисследовал, эм, то, что происходило с вами до того, как это началось. Вот. И вполне возможно, что заметив какое-то важное для себя событие, вы, эээ, можете увидеть, что же вас все-таки беспокоит. Вот. Понятно, что, может быть, эм, событие такого, на первый взгляд, вы не увидите. Вот. Но, эм, как показывает практика, эм, такие события, как правило, все же имеют место быть. Вот. Вот. Поэтому, на мой взгляд, нужно уделить этому внимание. эм, 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 вот, здесь нужно, эм, проявить заботу о себе, вот, проявить внимательность к себе. И, по факту, по итогу, будет видно, эм, о чем идет речь. Ну, вот. И, по факту, пока что, я бы, ограничился только такой, такой, обратной связи. Если у вас есть, эм, впечатление, подозрение, эм, что, никаких событий, у вас, не происходило, вообще. Вот. То, в таком случае, я бы рекомендовал обратиться к врачу, может быть, здесь, эм, есть действительно что-то, связанное с химией. Вот. В этой ситуации негативным ключом, эм, негативным моментом является то, что вы пытаетесь, эм, в какой-то степени, сами, эм, себе, эм, эм, помочь, вот, пытаетесь сами для себя быть врачом, вот, эм, пытаетесь сами найти, эм, симптомат, ну, свою эм, симптоматику, вот. То есть, вы, вот, смотрите, есть ли симптомы у вас, да, пытаетесь как-то, вот, эти симптомы выделить. Вот. И, на мой взгляд, это, конечно, не есть хорошо. На мой взгляд, это, нет, совсем не есть хорошо. А, вот, потому что, ну, никогда еще, в принципе, никому это не помогало. Вот. Я серьезно сейчас говорю, никогда, никому, никогда никому это не помогало. Вот. От слова, пожалуй, совсем. Поэтому я бы здесь, наверное, наверное, все-таки предоставил бы им, возможность врачам и специалистам делать свое дело. Вот. В конце концов, мы для этого обучались, вот, у нас есть опыт работы. с подобным. Поэтому я, я бы не стал идти своим путем. каким, ну, каким-то. Вот. Я бы, наверное, все-таки больше двигался бы в сторону обращения за помощью. Вот. Ну, просто потому что специалисты лучше понимают и лучше разбираются в этом. Вот. Не обижайтесь, не обижайтесь, как бы, ну, вот такая ситуация. Вот. Вы себе просто можете, ну, как бы, навредить. Вот. На мой взгляд, по крайней мере. Вот. Какая-то, какая-то такая история, какой-то такой момент я мог бы вам сказать. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.